Мы продолжаем репортаж о матче СК Ростов-Айнтрахт-Франкфурт-Намайне. Это 1-8 финала Кубка Кубков. Матч проходит в Ростове. И ростовчане, обладатели Кубка страны, получили право играть. Уже обыграли дважды турецкий клуб Анкара-Гюджу. В белой форме это немецкая команда. Ну и состав команды, я напомню, Айнтрахт в воротах Юрген Паль. Второй номер Михаэль Сидат. Третий Вилли Нойбергер. Четвертый Карл Хайнс Кёрбель. Пятый Бруно Пецай. Центральный защитник, капитан сборной Австрии. Ну, такой лидер в команде, бесспорный лидер. Шестой Вернер Лоренц. Седьмой Вольфганг Трапп. Восьмой Штефан Лоттерман. Девятый Норберт Натхвай. Ну, а здесь перехват. В красной форме это ростовчане. И Игорь Гамула, который рядом со мной принимает участие в этом репортаже с мячом. Ну, во втором тайме вышел Александр Воробьев. Немножко перестроились. Саша пошел вперед. Я переместился на левый фланг. Больше в левый фланг. Нет, мне сказали опустить. Да, то есть тренер сказал, опуститься надо? Да, немножко в левую сторону больше, потому что там играл Юрий Гамула. А Воробьев, он все-таки нападающий. Да, да, да. Ну, все равно я старался везде по всему полю бежать. Ну, вот резво, довольно резво начал. Итак, Пилипко ушел, вместо него вышел Саша Воробьев, очень хороший, качественный футболист, который потом на протяжении долгого времени играл в Ростове. Андрюшенко, пас. Сбивают Гамулу. Ну, какое сейчас решение будет? Пробивать? Да, наверное, Сережа Андреева. Кто будет пробивать? Андреев, наверное, скорее всего. Или Гусев. Не, Андреев, Сережа. Гамула. Ну, мощная стенка. Удар. Разыграли, но поторопились. А кто пробил? Заваров, Саша, наверное, пробил. Да, поторопился. Поторопились, я думаю, что поторопились. Ну, думали, что будет неожиданно для вратаря, судя по всему, да? Наверное. А удар не получился у Саши. Ну, вот тут в этом составе не отмечена замена. Пилипко ушел. Вошел Воробьев. Да, Александр Воробьев, который играет в атаке. Техничный очень. Ну, вот сейчас надо держать оборону ростовчанам. Немцы как-то массированы сейчас, сколько человек в белой форме приблизить штрафной. Ну, так позиционно обороняется ростовчаник. Хорошо, Андрюченко. Как аккуратно сейчас. Без нарушения правил. Он в самом начале выталкивал мяч. Ну, а тут дальше уже... Вторым касанием во второй раз немножко нарушил, и судья свистнул. Ну, видите, мы чуть-чуть поменяли. Поменялись тактику. Видите, я больше влево свистился. Нойбергер, он подает. Стали играть два нападающих. Воробьев и Андреев. А под ними Саша Заваров. Ну, у немцев не было замены. Да, у немцев пока не было замены. Ну, в принципе, мы и наигрывали такую тактику с Воробьевым. Ну, первый тайм сыграли с Пилипко. Юра неплохо смотрелся. Ну, наверное, вот то повреждение. Помните, когда... Да, было что-то. Повреждение. Наверное... Ох, как хорошо. Это Заваров. Да, Саша очень... Здорово сейчас такой герой закладывал. С своеобразной техникой. Вот как бы не гол это. Итак, угловой слева фланга. Да. Подача. Яшин, удар. И мяч влетает в ворота. Ну, пусть не очень сильно ударно, да то какой точненький в уголок не дотянулся голкипер. Да, первый раз разыграли и получили гол. Вот он, подборы. В первом тайме мы видели, как Яшин подходил, да, для подбора мяча вот после этих подач с флангов. Да. Сергей Яшин. Левый защитник, какая радость. 53 тысячи... 33 тысячи на трибуне. 33 тысячи ростовчан приветствуют этот успех. На матчах сидели, на деревьях сидели тогда. Это... Был большой интерес к матчу. Ну, и гордость была, кажется, за советский футбол, потому что это международный турнир официальный, да еще с немцами играем. Они такие популяризаторы футбола и такие популярные в мире. И хороший прорыв по флангу. Вот это Воробьев, да? Да, это Старший Воробьев. Угу. Совсем молодой, тогда еще 19 лет. А это уже атака. Девятый номер. Нахтвай. Лоттерман. Рукой придерживал сейчас защитник. Судья не увидел. Не увидел, да. А придерживал прилично. Мог убежать, конечно, один на один. Удар. Ну, трудно такое. Фалькенмайер пробивал. Технически трудно такой удар было совершить. Фалькенмайер тоже запомнился уже нам по первому тайму. Техничные полуза... Ну, вообще, все немецкие футболисты, вот эта техника вырисовывается у каждого, да? Да. Чистенько работает с мячом. Такая немецкая школа. Радаев ввел мяч в игру. Гончаров, Валера. Коля Романчук. Саша Заваров. Заваров набирал скорость, но в последний момент вытолкнул мяч из-под ноги у него. Защитник. А это Яшин. Ввел мяч в игру. Андреев на замахе. Освободился, развернулся. Лицом к воротам. Но продолжает, продолжает атаковать. А Заваров. Игра в стенку. Заваров по штрафную. Нет, мяч попадает в ногу. И здесь Заваров удерживает мяч. Андреев. Ох, какой хороший проход. Прорыв сейчас был. Гончаров. Тоже хороший удар. То есть практически в команде все нацелены на то, чтобы пробивать поворотом. Да. Это правильно. Ну, значит, это на тренировках все это было. Старались больше бить. Каждую атаку старались играть не назад, не это, а заканчивали ударом. То есть назад передачи не практиковались. Не практиковались и в тренировочном процессе. Воробьев сейчас переусердствовал. Вышел молодой. Показал, что он хочет очень играть. И удар с дальней дистанции не точно, но все-таки попытка. Но сам переживает, что так не точно пробил. Это Нойбергер. Яшин. Ох, как здорово. Ушел, ушел. Ну, получил по ногам, но он устоял на ногах. Опять Андрюшенко выткнул последний момент. Нахтвай. Довольно настырен, да, такой. Все время инициативен. И в первом тайме. Вот сейчас во втором. Кстати, вот его там били по ноге, но он остался на ногах. Бежал, поэтому судья не дал свисток. Мяч-то у него остался. Гусев перед ним стоит. Подача. Как-то сейчас. Орадаев перевернулся. Для вратаря странновато даже, да? Как-то за спиной у него мяч оказался. Ну, так и должно было быть, наверное. Но, во всяком случае, пока надежен. Надежен. Виктор Радаев. Лоттерман подает. Это пас назад под удар, но здесь как раз Заваров. И соревнования в скорости Андреев. Андреев очень хорошая скорость у него тоже. И подхватывает Воробьев. Это уже второй темп атаки. Паша, куда ты побежал? Чуть-чуть не угадал. Пашка побежал в левой там. Лучше бы Воробьева оставил, наверное, ну. Ой-ой-ой-ой. Это удар сзади. По ногам. Лорант нарушил правила. Штрафной удар. Гамула у мяча. Все стандарты в исполнении Игоря Гамулы. Игорь, ну... Вот сейчас какая мысль у вас? Ну, куда будете подавать? Или по-моему? Ну, в основном старались играть на Андреева, потому что очень неплохо играл, играл головой и выскакивал. И примерно в ту точку старались направлять мяч к тому, что работали в тренировочном процессе. Ну, а сейчас Аллотер Бухман, главный тренер, вышел к Боровке, но арбитр попросил его возвратиться на скамейку. Вот видите, как опасно. Тоже на дальнюю штангу, но разыгрыш был с подключением центрального защитника. Так оно и получилось. Это Баркетов, да, там прыгал? Прошло 40 лет уже. Очень жаль, что некоторых ребят уже нет с нами. И Виктора Радаева, Александра Баркетова, Николая Романчука. Ну, светлая память. Но вот сейчас здесь их родственники, болельщики, вспоминают, глядя на этот матч. Поэтому это хорошая очень идея показывать эти матчи. Воробьев! Там не игры. Владимир Федотов. Молоденький еще. Тоже ушел из жизни, к сожалению. Тоже нет. Анатолий Иванов, вот вспомнил я. Тренер Анатолий Иванов. Тоже недавно ушел из жизни. Приезжал в Ростов, буквально недавно встретялись. И вот недавно ушел из жизни. Ну, Апаль ввел мяч в игру. Как хорошо. Отчислил корпусом в пределах правил Гончаров. Андреев. Ну, какой маневр, да, у Андреева? Сережа очень хороший нападающий. И зацепиться мог и убежать. С хорошим ударом, играя головой, вообще нападающий. А тут Саша не даст эти мячи. Замечательно сыграл. Очень грамотно играл. Всегда можно был. Спокойно были. Знали, что всегда подстрахует. Всегда подчистит. Боец до мозга костей. В тренировочном процессе на него посмотришь. Думал, уже все обыграл. А он сзади тебе какую-то клюшку как выставит. И опять отбирает. Так что... Лорен, тот дал мяч назад. Длинный перевод сюда. Сбрасывал под удар сейчас центральный нападающий. Воробьев пришел помогать защитникам и сыграл как защитник. Ударил в небо. Вверх. Опять Андрюшенко. Чуть-чуть проскочил он сейчас. Но он все равно сыграл. Сбил атаку. Ну и вот Андрюшенко. Гамула. Гамула удержит мяч. Удержал. И пас вперед. Андреева. Ну и задача была вот сюда Андреева между двух защитниками. За свободную зону. Да, он мог проскочить. Он мог. С Андреев вообще за понимание очень хорошее. Нападающий, который умеет открываться. Еще раз Гамула. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть не точно. Воробьев упас был. Нет, я хотел Заварова отдавать. Я помню этот пас. Там Заваров хорошо в середине бежал. Я не точно сыграл. Хороший пас. Опасный. Но пять, даже шесть человек сейчас в штрафной было игроков Ростова. Гамула тут коротко на коротке сыграли точно. А здесь обманул Игорь Гамула на замахе пропустил. А второго и здесь. Обманул и отдал пас. Это бенефис Гамулы сейчас. Эпизод. А, молодец, Игорь Васильевич. Воробьев. Саша, покати. Ну, можно было же подключить к атаке. Чуть-чуть промедлил. Айнтракт. А вот сзади вот. Иохим Львов. Иохим Львов, да. Это нынешний тренер сборной Германии. Он был среди запасных. Он выйдет на поле. Наверное. Ну, и тем временем. 1-0. Впереди СКА Ростов. Но трудно добираться до ворот, да, Игорь? Очень трудно было. Хорошие защитники, качественные тренер сборной Австрии, игрок. И Кёртбель, по-моему, и в Германию вызывался. Я точно не помню, но, по-моему, вызывался. Ну, какая организация игры? То есть, коридоров нет никаких для того, чтобы как-то проскочить, да? Я же вижу, что вы ищете коридор между двух игроков. Ищем все время моменты между двух. Хотим запустить Андреева. Ну, сложно, очень сложно ему. Там и помощь Воробьев вышел, но пока не получается. Ну, я думаю, что все-таки чуть-чуть позже расшатаем мы оборону, и появятся моменты. Ну, и плотная опека какая-то тоже со стороны ростовчан. Вот здесь, смотри, как все разбирают. Отдай, Саша. Да, он что-то не растерялся. Рядом я бежал с ним, рядом. Еще неопытный, да. Вот это опасно может быть пас на левый фланг. Подача. И молодец, молодец. Радаев ловит мяч. А передача была очень хитренькая такая, на переднюю штангу. Туда и пошел Бункунча. И еще защитник, по-моему. Да, и защитник, да. Там вдвоем они были. Радаев. На каждый мяч старается Сергей Андреев выходить. Да. А там Саша. А кто дублер был, вратарь второй тогда? Кушнарева и Чистякова, Леша. Ух ты, как неудачно сыграл сейчас. Саня кто-то кричит. Это я кричал. Да? Да. Это мой. Заваров. Мой голод был. Ой, хорошо, как хорошо. Заваров. Гамула. Гамула в стенку. И Заваров с мячом. Атака продолжается. Бей. Саша, это бей. Нет, у него для замаха нет. Еще раз. Ну, нет. Ну, он не прав. Он прыгнул. И судья показывает, мол, нырок. Но нарушение было, да? Было, да. Ему надо было просто упасть. Вот здесь. Вот, просто упадено. А он здесь красиво, картинно, как мы говорим, падает. А нарушение было. Поэтому судья и показал, мол, нырок, это симуляция. Тогда, видите, за симуляцию не наказывали. Ох, как подобрал мяч. Да, разогнался. Попал на ногу Андрющенко. Гойбергер. Гончаров. Такая пошла уже игра во втором тайме. Паша, куда ты? А, Гусев. Ну, правда, от ноги Гусева мяч уходит. Да нет, не уходит. Еще в игре? Нет, уже все. Аут, аут. Мяч вышел за пределы поля. Вот это Александр Воробьев. Крупным планом. Ну, как развернулся. Вот это корейский нападающий. Как переключение скоростей. Паш, штрафной. Игорь, вот это переключение скоростей. Вы же тоже наверняка тренировали, да? Притормозил и опять потом добавил. Конечно, в тренировочном процессе упражнения такие были. Беговая работа. Я еще помню, что этом у нас Герман Семенович учил. Зонин, да? Но он собирал вот эту команду, да? Ну, в принципе, да. Все ребята, те, которые были при нем. Все ребята, все. Кроме, по-моему, Пилипко. Юра пришел позже. А так все футболисты были при Герман Семеновиче. Да, Герман Семенович Зонин на сегодняшний день жив-здоров. 9 сентября ему 95 лет исполнить. Пожелаем ему долголетия и хорошего настроения. Ну да. А супруга его умерла? Нина Максимовна жива. Жива, а есть сколько? Ну, она чуть-чуть младшая. Но тоже возраст почти ноль. Третий номер это Вилли Нойбергер. Сейчас-то он идет в атаку. Взрослый футболист такой. Опытный. Вот его подача. Как выпрыгивает Кореец, да? Кореец хорошо выпрыгивает, но хорошо Виктор сыграл. Пиццай, да, подавал. Вот опасный момент. Удар. Нет, нет, нет. Мяч летит выше ворот. Да, немножко потеряли позицию. Тут обязательно Коля Романчук чуть опоздал, потом бросился. И получился... Да, Лоттерман мог и забить ведь, да? Да, хорошая позиция для удара. 1-0. Счет минимальный. Но впереди будет еще вторая встреча. Но сейчас пока СКА впереди. 1-0. Ну, игра хорошая. Все-таки моментов предостаточно. И у одних, и у других ворот. То есть зрелищная. Те 33 тысячи, которые на стадионе, мне кажется, чувствуют себя хорошо. Да. Ну, в Ростове всегда любят футбол. И болельщики очень часто заполняли трибуны стадиона СКА. Без болельщиков мы никогда не были. Старались отвечать им хорошей игрой. Как здорово сыграл. 7-й ноль. А, вот молодец. Это кто же был сейчас? Яшин подстраховал. Ой, как здорово. Вытолкнул мяч из-под ноги. Нойбергер подключился. Удар не сильный. Но все-таки подключился в центральную защиту. Он часто подключался. Обратите на это внимание. Заваров. Романчук. Андрющенко. Вот он, Яшин. Автор гола пока единственного. Романчук. Дал. Гончаров. Заваров. Пытался в стенку сыграть, но... С Андреевым. Но прочитал. Защитник. И скорость набирает на левом фланге. Бункунчан. Ох, как здорово. То прошел. Двоих. Троих. Ну, отдай уже мяч-то кому-нибудь. Ох, чужому. Гамула. Поставил корпус. Но, кстати, подтолчок-то был от соперника. Там вот в самом начале, когда разбежался. Здесь Витя у нас. Вместе с Сашей чистил. Яшин. Андрющенко. Да, впереди не открывается. Нет, партнеры. Надо отскакивать от защиты. Наверное, какая-то передышка. Ну, хорошая зона. И удар. Ну, просто выше, но хороший удар. Это Гусев. Много мы пробили поворотом. Раз, ну. Жалко, что не точно. Ну, вот сейчас уже, когда столько мы смотрим, Игорь, это ваша команда. Ну, вот ощущения футболиста возвращаются или нет? Конечно. А, прошло 40 лет? Да, все равно себя чувствуешь так, как будто побежишь. Ну, как здорово подыграл. Как себе подыграл. Хорошо одним касанием воробьев сейчас, да? Да. Он вообще оригинальный футболист, со своеобразной техникой. Настырный такой. Долго играл он в Ростове. А это Гамула. Вот такой легкий. Который бьет и левой, и правой ногами. И делает это точно. Сейчас будет хорошая подача. Как раз над вратарем. Перед вратарем. Вот в эту зону. Ну, между 11-метровой отметкой. О! На подборе, кстати. Вот и в первом тайме вы видели. Тоже, значит, это на тактических заданиях это все вы... Да. Борьба и обязательно подбор. И сразу удар по воротам. Проговаривали наверняка, да? Подбор. Яшин подбирал. Вот сейчас Гусев, да, это пробил? Гусев пробил, да. У него хороший удар справа и очень... Очень хороший удар, но... Ну, Лех выйдет или нет? Вот он сейчас разминался. Ну, получилось хорошо. А пас не точен. Это Баркетов сейчас там. Поджигает. Да. О, как здорово. Романчук. Воробьев. Неожиданно. Ну, 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 штрафной удар. Аут штрафной должен быть. Не, не дает. Ну, и за ноги зацепил. О, как штопор пошел. Ну, что ж. Ну, что ж. Все бывает. Да, подходит уже к концу второй тайм. Да нет, еще есть. Есть минуты. Играй. Ой, как здорово. На замахе. И по штрафную. И... Не забили. Мог быть автогол. Да. Вот эти... Бруно, Пицай мог. Очень опасные прострелы соперника, да? Пицай выше вратаря. Игорь Гамула готов подавать. Андреев. Баркетов. Да, что-то здесь Романчук, да, получил травму. Или, может быть, ноги судорогой сделал? Да нет, что-то там было. Да, мама, да. Ух ты. Нет, нет, он доиграет. Ой, как больно. Всегда сочувствуешь, переживаешь футболисту. Кто хоть раз испытал, как это больно. Он всегда сопережит. Ну, а сейчас Гамула. Левой ногой на 11 метров. Какой подача? Ну, момент удар. И не попал. Как можно было не попасть? Защитник. То, что мы наиграли, уводит Сережа и остается сзади центральный защитник. Это уже было не первый раз. Да, да. Не хватило техники удара. Ну, получалось здорово, там специально Андреев-то специально. Он не прыгал, он пропускал. Да. Вот замена. Да. Первая замена. Семьдесят пятая минута. Семьдесят пятая минута, да. Четырнадцатый номер вошел. Отто. Это Норберт Отто. Вместо трапа. Сейчас хороший момент, чтобы удвоить, конечно. Да, наигранный угловой какой. Вот Баркетов. Ну, Баркетов, видишь, центральный защитник все-таки. Техника не такая, как у нападающего. Не поняли здесь этот замысел. Игорь, ну вот держать темп девяносто минут. Для вас это было... Для нас было нормально, потому что я еще раз говорю... Хватало дыхания. Я вам говорю, что мы прошли восьмидесятый год, Герман Семенович, а нам хватало на три игры. Да? На три тайм. То есть его подготовка была очень... Его подготовка была очень... Эти все пентагоны, крокодилы, которые он нам... Это что такое пентагоны? Это он упражнения нам такие давал. Он называл их пентагон, крокодил. Да. Ну, это на выносливость, да, все? Да, да. С мячами, но на выносливость. Но 10 минут поработаешь и хорошо спишь потом. И вот пас. Это Гусев. Выход один на один. Получится? Нет. Ну, Андреев. Вспел. Последний момент. Ну, тут, конечно, виноваты. И Заваров виноваты. И Воробьеву, потому что нужно все-таки было... Если бы кто-то был, он бы откинул, конечно. Бери какая 90-я, 80-я минута головула. Гамула догнал, вытолкнул мяч. Ну, не совсем хорошо, но все же. О! Удар был неточный. Владимир Федотов. Подходит к концу второй трой. У тебя, Коля Курятников. Наиль Курятников. Угу. Фалькенмайер. Десятый номер. По-прежнему активен. Ну, и вообще, не кажется, что конец игры-то. Потому что, смотрите, передвижение-то и одних, и других. Да-да, сейчас посмотрите. В конце особенно. Ай-яй-яй, Саша, Саша, Саша. Не точно сыграл Саша, конечно. Это редко бывало, потому что очень техничные футболисты. Романчук. Это тот, которому было очень больно. Но вышел боец, вообще-то моец. Парень-боец до мозга костей. Сейчас сыграл на опережение. Заваров. Ну, вот и карточка. Пиццай. Ну, очень жестко он пошел. Но, правда, отчаянный очень и Воробьев, Саша. Он сейчас шел в эту борьбу, не задумываясь. Не боясь ничего. Что-то по-английски что-то говорит. Судья-то. Из Ирландии? Не помните, что он сказал, нет? Нет. Вот Гамула как раз, которому в орбите что-то сказал. Он, видимо, сказал, не торопитесь. Без свистка не начинаете. Вот опять третий ноль. Да, пас на левый фланг, но здесь... Да, Валера Гончарова, очень сумасшедшая скорость у него. Ну, практически Бум Кунча выключен из игры-то. В общем, мы видим, но... Ну, он пытается отходить назад и... Ну, перед игрой вы говорили о том, что есть такой форма, да? Как-то разведка-то была. Да. Знали о том, что есть такой кореец. Андрюшенко. Гусев. Гончарова. Ну, тут довольно точно все было. Ой, хороший пас. Воробьев. Хорошо, на замахе. И пас штрафную. Эх, ты чё. Романчук. Нет, это Баркетов. Бум Кунча. Он хотел отходить, начал назад искать мяч. Ну, и Баркетов, он выполнял свою должность, свою роль. Центрального защитника. Как вы называли-то его в народе? Дровосек. Ну, вот Баркетов, да, он. Такой был. Он такой был худой. И такой, если об него ударишься, потом болеешь долго очень. Ух ты, Яшин! Вот так, ну, удачно Яшин отбивал сейчас. Ну, там Андрющенко уже страхует, конечно, любой позиции. Он очень хорошо страхует. Капитэн Гузев. Гусев. Саша Андрющенко. Здесь не точно. Но прессинг был. Его прессинговали. Сидат. На свободное место пас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Родкаев допускает ошибку. Он играет руками за пределами штрафной. Вот штрафной удар. Да, шанс для Айнтрахта. Он Андреев тоже пришел в стенку. Витя Радаев, когда мы ставили стенку, Заваров, Гамул, Андреев, Воробьев, он всегда говорил. Уходите, что вы стали? Класс. Что вы стали? Это потому что мы все одного роста. И стенка казалась не очень. Удар. Очень здорово сыграл. Прочитал раньше, выскочил чуть-чуть. Что будет передача. И очень здорово перекрыл направление удара. Хороший сброс был сейчас, да? Ну, все уже. Продолжает. Продолжает атаковать Айнтрахт. Радаев. Ну, мне кажется, штрафной. Там во вратаря врезался. Да, во вратаря врезался. Вот сейчас этот момент. Смотрим. И Радаев выходит. Да, конечно. И мешает. Это не корей случайно, нет? Врезался в него. Похоже, что он... То есть он сыграл вместо мяча во вратаря. Ну, так нельзя. Ну, конечно, не дал сыграть Викторову. Получился. Пролетел. То есть Радаев не виноват. Вот в этом. Я думаю, что так. Он его оттолкнули от мяча. Вот опять центральный защитник. Третий номер. Нойбергер. Начал атаку. Восьмой номер. Это Лоттерман. Пас еще дальше. По флангу. Но... Не укротит. Не укротит этот мяч. К тому же Лоттерману. Да, вот и длится болельщиков. Яшин. Хорошо получилось. А вот здесь не точно. Ну, сыграл. Нет, все. Все правильно. Все хорошо. Все равно. Рука. Рвался вперед Дункунча, но подыграл себе рукой. Боже, ты не хотел, но подыграл. Штрафной удар. А вот и Баркетов. Дровосек. Ну, я же говорю, об него, если ударишься, потом долго болеешь. Я понимаю. Ну, это любя в команде называют всегда. Футболистов. Каких только мы не знаем прозвищ. Да. И автогены. И автоген. Это Сережа Никулина. Да. У вас здесь что-то произошло. Воробьев получил карточку. Ты смотри. Страсть молодого Воробьева. Но он уже до этого был замечен, как такой жесткий игрок. Судья, видимо, спросил, какая у него фамилия. Номер. Что надо писать. Перевод мяча на левый фланг. И опять Воробьев. Смотри, как он борется. Ух, как молодец какой, а. А как работает с мячом сейчас Заваров? Яшин. Сейчас мяч-то как раз там все футболисты были. А Гамула именно в эту зону и втолкнул опять мяч. Ну, он уходил просто от ноги немножко. Вот, хорошо. Гамула. Заваров. Ну, это вот, смотрите, какая у нас. Андреев. Выход к воротам. Дай мне. Андреев. И не попадет. И в ворота пусты. Удар. Мимо. Дай мне. Посмотрите, это последние минуты матча. Какая контратака и кто там был. Сейчас, если покажем. В краем были. И там еще Андрющенко был возле вратаря. Андрющенко? Да. Вот, посмотрите, сейчас он будет появиться. Нет, там это Воробьев. Сейчас, сейчас появится он. Вот он. Да, Андрющенко прибежал. Андрющенко. Я почему говорю это? Ну, потому что надо на своем поле забивать как можно больше голов. Ну, как не забить этот мяч? Да, Сергей Андреев. Ну, бывает, что сделаешь. Какая контратака была хорошая. Здорово. Он сам убегал хорошо от защитника. Это последняя минута матча. Кстати, Баркетов сейчас вытолкнул мяч, как аккуратно, из-под ноги, без нарушения правил. Итак, истекает время матча. Скоростов ведет один. Ой, как хорошо. Андреев-то подработал мяч. И пас на дальнюю штангу Воробьеву. Но догонит. Догнал, но уже за линией ворот. Ну, что, в общем, идет к победе СКА этот матч. И заслуженно победили. И мы видели, что мог что-то больше быть. Да, забей Баркетов, забей Сережа Андреева. Но отдадим должное и немцам. Они тоже создавали ситуации. Ну, это немцы. Без моментов немцы не могут играть. Так что... Все-таки оборона СКА хорошо сыграла, в общем-то. И здесь вот как защитники там отбивают в прыжке высоком. Это Гамула сейчас делает? Нет, Гамула вот он здесь. Так плохо Гамула не мог поставить. Гончаров. Андрющенко. Саша всегда подстрахует. Это, конечно, однозначно. Вот он, Ехимлев. Вот он, да, Ехимлев. Причем, вы знаете, он выходит вместо Отто, который вышел совсем недавно. Ну, видимо, травма. Хотя нет, бежит легко. Что-то не то. Не попал в игру? В игру не вошел, да. Не часто такое бывает. Вот я, Ехимлев. Теперь же легенда тренерского цеха немецкого. Прошел, подал. Но уже был свисток. Да, уже был свисток. А вот мяч, оказывается, вышел за боковую линию. Гамула, какой галантный, Игорь. Да. Центральная подача. Ну, тоже много поработал он сегодня. Вот Андрюшенко опять. Карточка. Карточка. Ну, здесь умышленная игра рукой была. Перехват мяча. Это длинный пас был за спину, но... Не дошел. Не дошел. Не подобрал. Это нервные уже последние минуты. Нервные. Две минуты осталось. Лоттерман. Андрюшенко перепрыгнул сейчас. Бунь-кунчу. Да. Перепрыгнул. Молодец. А вот Гамула. Как подработал мяч. Идет что дальше по левому флангу. И уже перевел игру. В более спокойное русло. Это Романчук. Нет, это Гусев. Гусев. Это Гусев. Это Заваров. Заваров. Гамула сыграл Заварова. Но мяч удержали. Все равно удержали. Вот что это за... Ну, все по делу играли. Бунь-кунчуров. На подход подавал Гамула Заварову. Андрюшенко. И перевод. И вот здесь Баркетов. Молодец. Нет, Саша очень провел качественную игру. Он мало играл. Вообще мало он играл. И в это время финальный свисток. Ну что ж, Игорь Гамула, я в вашем лице поздравляю ростовский СКА. Того 80-го года. Победа над... С 40-летней давности. Ну, красивая игра. Восхищение. Моё самоотдача, прежде всего, игроков. И потом техника какая. Как работали с мячом. И в стенку играли. И длинные передачи. Я просто хочу обратить внимание. 88-я минута, как побежали мы в контратаку. Да, втроём. Втроём. И Андрюшенко ещё замыкал. Ну что ж, вот на этой радостной ноте мы заканчиваем наш репортаж, который вели Геннадий Орлов и Игорь Гамула. Участник непосредственно этого матча. Да, легендарный ростовский футболист. Спасибо за внимание. До свидания. Всего доброго.